Зачем я начну показывать? Короче, ты не обращай на меня внимания, я буду разговаривать с камерой. Здравствуйте всем! Хочу сегодня показать, какой еще бывает Турин. Такой интересный эмигрантский райончик, называется Порто-Палаццо. И мы пришли с подружкой, которая не хочет засветиться в камере. Давайте отправляемся, посмотрим просто это. Что продают из украшений? Тебе не нужны никакие открытки? А, кстати, открытки нужны, ну ладно. Открытки я уже потом. Вот такое вот обычно шумное, переполненное место, рынок. Рынок, который где-то уже в три часа закрывается, да? Насколько я помню, они тут все сгребают, даже два. И начинается вообще полная жесть здесь, просто остается помойка. Короче, продают все-все-все. В основном китайского качества, в основном для людей среднего и ниже среднего достатка, естественного. Такой интернешнл и очень низкого. Ну, знаешь, средние тоже покупают, так ничего. Чего написано по-русски? Любить различия? Написано по-русски любить различия. Музыка Я на самом деле мало где здесь была, но вот только, знаешь, так пробегала. Марцию, конечно, не очень любят такие места. Да я тоже отвыкла, на самом деле. А мне нравится. Нравится, да? Мне одной не очень нравится. Я вижу, как-то на меня смотрят не очень. Пристальное внимание разных представителей мусульманских государств, которые в основном здесь торгуют. Но здесь так же торгуют, конечно, и итальянцы. Музыка Кстати, да. А, туда? Чудовищные, да? Мама, хочу. Слушай, а зачем ты? Новый год спралась с них отмечать? Нет, не сюда. А, ну да, ты же... А, на седание ходи. Ну да, ты же Новый год в России дома. Классно. Мне раньше не надо такой клан. А, э? Вот, и будут поедут туда. Слушай. Не, ну смотри, вот они уже начались. Они, конечно, привлекают своей внешностью, но я не могу их носить. У меня ноги непредназначены. Мне очень тяжко. Вот типа таких. Ты хочешь черные? А, вот на такой, как бы, танкетке, да? Сейчас модно. Давай посмотрим. А, ну. А я думала, ты вон те. Мне серенькие понравились. Тебе черные нужны? Не, ну тебе что-то совсем. Совсем, да? Вот такого бы всего за 10 евро. Мы нашли туфельки даже за 3 евро. Ну, как туфельки, конечно. Я не знаю, кто их решится купить. Но кто-нибудь обязательно купит. Я снова ко мне отключила. А сегодня на Порто-Палаце мы вообще-то приехали найти индийский магазинчик, что очень бы хотелось. Если я найду там это замечательное индийское кокосовое масло для волос, буду сегодня очень счастлива. И может быть даже какие-то специи индийские прям вообще. И сейчас мы идем в китайский магазинчик, которым я обычно покупаю нори для суши. Имбирь, специи, если найду зиру. Ну, что-нибудь такое восточное, интересное для приготовления японских ролл, китайских ролл. И не только. Вот, чтобы разнообразить как-то. Разнообразить как-то меню. Сейчас я со всеми поздороваюсь. Привет. Погружку показывать не буду, она убегает. Но еще тут, конечно, мы ничего не нашли, потому что носить вообще китайскую обувь очень тяжело. И мерить даже ее тяжело, настолько она неудобная, поэтому с этой идеей мы расстались. Вот. Посмотрим, что в магазинчике есть. Что мы вам найдем? Ой, с холода зашли, и камера у меня запотевает, не может сосредоточиться. Ну вот, в общем, такой вот он китайский магазинчик. Люблю ходить по таким забегаловкам необычным. Напоминает мне жизнь мою в Китае. Вот васаби. Отлично. Мы возьмем. Надеюсь, карточка расплачущая. Васаби 2 евро, нори 2,50. Мне нужно купить себе и подружке. Слушай, Кать, а ты видела здесь корзинки на входе, чтобы поналожить, поналожить? Сладости китайские. Вот чего не стоит пробовать, так это китайские сладости. Нет? Нет. Я в Китае что пробовала, ну это вообще... Они не умеют туда готовить. Все остальное у них здорово. Мне поможешь, да? Да, конечно. Понакидаем. Себе возьму. Не хочешь по этому? Поэкспериментировать? Слушай, по-моему, как... Нет? У меня лучше ресторан. А-а-а. О, Кикаман. Не, я тоже как бы не против ресторан сходить, которые мне посоветовали. Но я люблю возиться со всей этой фигнёй. Что это у нас? Возить, только это 20 лет. А, да? Ну пока это... Кикаман персуши, это, значит, рис венигар. Ну, короче, для риса. Ну, я обычно таким не пользуюсь. Табаско, это жесть полная. Кикаман я вроде уже... Сальса де соя, соевый соус, Кикаман уже пробовала. Вроде ничего. Специях китайской до сих пор не научилась разбираться. Все время брала набу. А, мисосуп. А, мисосуп это готовить, да? Тоже японский. Тофу. А, тофу, господи. Это же прям Китай, Китай. Что это у нас? А, это лапша. Я думала, циновочка. Циновочка, кстати, вот. Очень удобно катать суши именно с циновочкой. Вот такой китайский уголок. В Турине, слава богу, есть. А, куда можно прийти и понастильгировать. Это, наверное, из рисовой муки. И лепехи. Но они липнут к зубам. Очень сладкие. И вообще просто вот это вот все невкусно. Печенюхи Орео. Это мои любимые завтраки в моей общаге были. Мои китайские общаги. Печенюхи. Нет, я возьму. Я поностальгирую. Так. Что дальше? Вот от этого желудок просто останавливается и не работает вообще. То есть месяц ты пьешь вот этот чай по утрам и домой уезжаешь. В общем-то лечиться. Ну, это опыт был такой у некоторых людей у нас в Китае. Вот. Что это? Специя? Пепер солт? Нет. Я бы от зерени отказалась. Как раз бы плов бы сделала какой-нибудь. Фарина ди мандиока. Господи, кто такой мандиока? Я не знаю. Какие там масла? Что-то, что-то непонятно. Естественно, здесь много представителей Китая. И живут, и приходят сюда, покупают свои известные продукты. Сезамы. Сезамы. Как же он опять я забываю постоянно? Кунжут. Вот такие большие пачки с сырым кунжутом. С кунжутом. Жареный со славянской. Мы снова нашли другой китайский магазинчик. Купили там, наконец-то, зиру, имбирь маринованный для суши. Короче, все здорово. Все, масло купили. Кунжутное. И сейчас зайдем в такой магазинчик. По-моему, я здесь покупала какую-то бижутерию. Нет, опять продукты? А тебе нужны продукты? Нет? И мне нужны. Ладно. Он, наверное, был дальше. Ну, у меня, как обычно, все 5 на неделе. И в индийский магазин мы сегодня не идем. Поэтому погуляем только в районе этого порта-палаццо. Beauty Vendita. Продуйте. Видаминти. А, ну это бьюти. Интересно. Это все китайское? Китайская косметика? Нет. Лореаль. Лореаль. Просто хазеваны на китайцы. Подписали все на китайском. Ну, в принципе, интересно. Для волос. По рукьере. Ну, стоит примерно, я не знаю, если это китайская парикмахерская, стоит так же, как у меня в райончике итальянская. Ой, здесь тоже, наконец-то, украшают, украшают витрины. Елочки у них. Я не помню точно. Ну, давай попробуем пройти дальше. Вот на углу. Я помню, мы здесь машину оставляли и ходили. Азия и Африка написано. Янгуан. Маркет. Супермаркет. А, продукты. Магазинчик просто рая для меня, потому что здесь очень много фурнитуры. Для тех, кто занимается изготовлением каких-то украшений. Своими руками. Вот оно все. Здесь как просто есть украшения, так и вот такие вот цепи. Стразы. Я уже купила основу для колец. Поснимаю здесь. Короче, три большие комнаты, в которых примерно одно и то же. В общем-то, серьги, серьги, серьги. Здесь что-то такое яркое, веселое. Причем в этом магазине есть абсолютно разные. По цене и качеству украшения есть также за 90 евро. Из каких-то супер-мега-модных, я не знаю, кристаллов. Вот такие вот. Есть и вычуренность китайская, есть и вычуренность. В общем-то, в общем-то, ничего. Ну, надо бежать, спрашивать, да. Не хочется. В общем, можно найти приличные украшения. Спокойные. Кто любит бижутерию. Вот, 7,50. Подвеска. Я как-то тоже стала в последнее время бижутерию мало носить. Ну, хотя вот такие вот серьги, смотри, мне очень нравятся. Мне кажется, они здорово смотрятся. Ажурные, металлические ажурные. Вот такие покажу. Я где-то опять оставила свои сумки и пакеты. Серебристые есть. Ну, вот и я. Я уже дома. Вот такое вот у меня неподготовленное лайв-видео получилось. Кусочками-кусочками, с трясущейся камерой. Как попало. Но я вам все равно выложу. Как-никак. Это тоже вот такая часть Турина. Красивый Турин. Настоящий. Итальянский. Я его еще не показывала. Все еще только впереди. Потом показала такой вот восточный, азиатско-иммигрантский Турин. Есть такая вот площадь. Есть это Порто-Палаццо, как называется. Есть такая очень-очень большая, действительно, очень крупная торговая зона, где продаются такие вот разные разности, разновидности и все эти интересности. Я очень люблю, потому что я готовлю вообще всю мою разную, всевозможную еду. Что же я купила, я сейчас перечислю. Покупала не только для себя. Покупала еще для подружки. Она живет в городе, где нет восточных магазинов. Но хочется ей тоже что-нибудь побаловать себя какими-нибудь такими восточными блюдами, японскими, опять же, суши. Кто не любит суши? Есть девочек, все любят суши в основном. Вот, столько я купила. 25 грамм и 25 грамм. 2,5 евро. Одна пачка стоит. Далее купила я циновку. Оставлю себе бамбуковую циновку. Или подарю подружке. Или же подарю подружке вот такую циновочку. Она тоньше, изящнее, красивее. И идет уже к самим суши, то есть к самим нори. Мису суп я все-таки купила. Я вообще не очень часто ходила по японским магазинам и вообще по японским ресторанам. Поэтому мису суп я всегда слышала, но ни разу не пробовала. Здесь я прочитала есть тофу. Тофу я, конечно же, ела в Китае. Пару видов тофу мне нравится. Только пару. Ну, посмотрим. Потом почитаю, как это готовить. Написано, что на 4 порции. Далее это вот такая рисовая, как я думала, рисовая, но оказалась она кукурузная. В общем-то, без разницы, вкус примерно один и тот же. Для салатиков, легких салатиков. На основе овощей, огурчика обязательно. Там капуста какая-нибудь, морковка. Такой вот легкий салатик. Я купила себе васаби. Не могу сказать, что я его обожаю, но суши без васаби не так интересно кушать. Вот они. Два вида васаби. Вообще, я думаю, что они одинаковые. Просто бывает, что васаби сладковатая, а бывает очень-очень сильная. Острая. Вот такой кикаман купила, потому что не стала искать чего-то нового. Кикаман пробовала. А там такая бутылочка стоит 3 евро. Вот, 3 евро. Далее. Где-то у меня что-то еще было. Купила печенюшки. Печенюшки Орео. Ну, они, по-моему, есть. Вот здесь они 1,5 евро. Они, по-моему, есть в нормальных хитарянских магазинах. Но я как-то не замечала. Увидела в китайском. И, думаю, вот то, что я любила кушать в Китае. Извините за эти шелестящие пакеты. Я все-таки нашла зиру. Вот она. Хоть я покупала ее и в китайском магазине. Но зира сама из Индии. По-моему. Ну, хочется верить хотя бы. Кумин, зира, семена. Ну, то есть, для плова можно пытаться сделать. Типа узбекского будет очень даже в тему. Карри. Очень с мужем любим карри. Вот 100 грамм. Всего 80 центиков. Мадрас карри не острый. Радует, что не острый. Острый не едим. Терпеть не могу. Острый. Просто вообще. Далее. Без чего суши еще не очень интересно есть. Это без имбиря. Дзензеро. Вот такой вот дзензеро. Ну, розовенький, как обычно, классический я не нашла. Ну, и, в общем, беленький, я думаю, пойдет неплохо. Где же это все производится? Италия написано. Ну, понятно, что Италия. Ладно. И китайские иероглифы, короче, с Китая. Без разницы. Нормально они делают все эти вещи. И для своей кухни, и для японской кухни. Две купила. Одну подружке, другую себе. Это все, что я нашла интересного, интересующего меня из продукта в китайском магазине. И просто на улице, на потопалацу, на базарчике я нашла вот такие вот всего, по-моему, 50 центов. Да? Нет. Один евро. Стали такие синенькие шарики. Опять же, украшаем к Новому году все. И купила за 3 евро всего лишь трехметровую гирлянду. Обожаю гирлянды. Любимое украшение к Новому году. Белая гирлянда. Вот так вот. Где-то на все эти покупки я потратила на все вместе 50 евро. Вот такой восточный базарчик мы сегодня увидели. Такие восточные покупочки мы сделали разнообразные. В общем, я очень рада, довольна. Буду что-нибудь готовить. Не сейчас, но попозже. А с вами я прощаюсь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И это значит, что вам было интересно. А если вам было интересное видео, понравилось, ставьте лайки, не стесняйтесь. Желаю вам всего самого хорошего. Пока-пока. 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 Пока-пока.